История Новгорода делится на три периода. Первый, с древнего времени до рубежа XI-XII веков, от рубежа XI-XII веков до конца XIII века, это второй период, до конца XIII века. И третий период XIV-XV века, это время полного расцвета Новгородской республики. Ну, первый период, он мало интересен, да и, с другой стороны, мало документирован. Второй период, главное событие второго периода, это Новгородская революция. Новгородская революция. Изгнание князя Всеволода по приказу, по приговору Веча. К концу XII века в Новгороде оформляется союз группировок боярства. И в середине 30-х годов XIII века он консолидируется уже полностью. И можно сказать, что эта система встала на ноги. Решающую роль в создании вот этого нового боярского союза сыграл Степан Твердиславович. Новгородцы вели борьбу с Тевтонским орденом постоянную, со шведами, с литовцами. Мы отдельно будем говорить об этом, когда будем говорить о татарно-ангольском нашествии, об этом аспекте. Мы сейчас просто фиксируем, что они вели эту борьбу. К концу XIII века в Новгороде вызвали настроение развернуться в сторону от Владимирского княжества в сторону Литвы. Ядром этой части была пронемецкая группировка бояр-купцов, которая ориентировалась на Гонзейские союзы, на Литву. Все это постепенно вело к обострению отношений Новгорода и Москвы. В 1397 году возник конфликт, который разрешился договором между московским князем и Новгородом. Новгород заплатил контрибуцию, но великий князь обязывался держать Новгород по старине. То есть Новгород оставался господином великий Новгород. В начале XV века Новгородская олигархическая система окостенела, и моральный авторитет правителей в глазах населения стал резко снижаться. В боярской олигархии в это время Новгород полностью олигархизировался. От демократических свобод, которые там были когда-то, практически ничего не осталось. Новгород почувствовал опасность, и новгородцы решили развернуться от Москвы в сторону Литвы. В 1470 году эта группировка пролитовская взяла верх на промосковской и заключила договор с королем польским и князем литовским Казимира. И в принципе Новгород оставался, грубо говоря, в пяти минутах от разворота в сторону Литвы. Но об этом узнали в Москве. Про московская партия сообщила москвичам, и Иван Третий собрал рать и двинулся на Новгород. Московская рать была всего лишь пятитысячной, новгородская рать была сорокатысячной, но это были плохо обученные, расширевшие в социальном плане люди, которые давно уже отвыкли воевать, и которые полагали, что они всегда от всего откупятся. Здесь вышло совершенно по-другому. В 1471 году на реке Шелони пятитысячный московский отряд разбил сорокатысячную новгородскую рать, обратил его в беспорядочное бегство и захватил много пленных. Причем москвичи предприняли жесткую акцию устрашения. Они сказали, что поскольку новгородцы тоже русские люди, убивать они их не будут, они их отпустят. Но при одном условии. Вот сейчас новгородцы берут ножи, мечи, сабли, режут друг другу носы и уши и отправляются в Новгород. Вот порежете друг друга, изувечивайте себя, можете быть свободны. Что новгородцы и сделали, те, кто хотел жить. То есть резали друг другу носы и уши и отправились в Новгород. Это была такая акция устрашения, чтобы новгородцы помнили московскую силу. В 1471 году был заключен договор, который стал первым шагом в утрате независимости Новгорода. В 1478 году Иван III придрался к оплошности новгородских послов на переговорах с ним и потребовал установления в Новгороде такую власть, которую имел как государь в Москве. Он осадил Новгород и не стал его штурмовать, а стал выстаивать. В городе начались несогласия, раздоры, голод. После чего Новгород сдался московскому князю, жители целовали крест на верность и господин Великий Новгород превратился в провинцию московского государства. Русский историк Ключевский называл несколько причин, способствовавших падению Новгорода. Давайте их запишем. Первое. Недостаток внутреннего социально-политического единства. Второе. Недостаток земского единства. Земли не были тесно интегрированы друг с другом. Третье. Экономическая зависимость от, в кавычках, низовой Руси. То есть хлеб привозили. Четвертое. Слабость военного устройства. Я бы добавил еще одну, пятую причину к тому, о чем написал Ключевский. Дело в том, что Новгород был частью гонзейской системы. Гонзейская система в начале 15 века начала испытывать еще не кризисные явления, но очень серьезные трудности. А как известно, трудности испытывают прежде всего слабые звенья. Новгород оказался таким слабым звеном. И ослабление Гонзейского союза стало фактором ослабления Новгорода. Новгород ни в коем случае никогда не был альтернативой Москве. Это был пикник на обочине русской истории. Пикник, потому что, благодаря своему торговому положению, они были интегрированы в западную гонзейскую систему. И до тех пор, пока на Руси не было сильной власти, способной подчинить Новгород, он мог существовать. Как только такая власть появилась в Москве в середине 15 века, судьба Новгорода была решена. Значит, несколько слов о Пскове. Псков во многих отношениях был похож на Новгород. Только боярство здесь было послабее, чем в Новгороде. Первоначально Псков считался пригородом Новгорода. Но пригородом не в прямом смысле, а в том, что это был, так сказать, зависимый. В 1347 году Новгород формально, уже формально даже, признал независимость Пскова. Хотя уже с конца 12 века Псков был де-факто независимым. Псков постоянно вел войны на Западе. До конца новгородской независимости Псков нужен был Москве как противовес Новгороду. И поэтому Псков просуществовал как независимый дольше Новгорода. В 1510 году Василий III без всякого сопротивления его присоединил к Москве. То есть, больше чем 30 лет Псков еще существовал после того, как закончилась независимая история Новгорода. Вот это все те княжества и народоправства, которые были в Руси на 12-13 веках. И как раз это вот тот результат, за исключением Новгорода, историю которого мы проследили до конца 15 века и Пскова до начала 16-го. Это вот то состояние, в котором Русь пришла на момент прихода сюда, на момент татаро-монгольского нашествия. Следующая наша тема – монгольское нашествие и установление Ордынской системы. В скобочках «Русь в 1223-1304 годах». Давайте запишем синопсис. «Русь и кочевники» в скобочках «Хазары, печенеги, половцы». С красной строки «Создание великого» с большой буквы «Монгольского государства». «Монгольские завоевания в Китае и Средней Азии». «Монголы в Половецкой степи». «Битва на Калке» 1223 год. С красной строки «Русские княжества накануне монгольского нашествия». С красной строки «Батыевы нашествия». Первая фаза – 1237-38. Взятие Рязани – декабрь 1937 года. Разрушение Коломны и Москвы – 1238. Штурм Владимира – февраль 1938. Битва на реке Сити – 4 марта 1938 года. Поход Субудая. Субудай – это полководец известный при Батыи. Подход Субудая, двоеточие. Поворот от Торжка на юг в Ставерстах от Новгорода. Там было такое место – Игнач Крест. И вот Батый дошел и потом развернул и не пошел на Новгород. Осада Козельска – 50 дней. Монголы в Придонских степях. Лето 1238 года. С красной строки «Вторая фаза» – 39-40. Вторжение в Южную Русь. Разорение Переяславля и Чернигова. Осада и взятие Киева. Сентябрь – декабрь 1940 года. С красной строки «Западный поход монголов» – 40-42 годы. Победы над венграми и поляками. В скобочках «Битва при Лигнице» – 41 год. Поражение монголов от Чехов под Олумоуцем – 1242 год. Монголы у «Последнего моря» – «Последнего моря» в кавычках. Это Адриатика. Они его считали почему-то «Последним морем». Поворот на восток и его причины. И здесь внезапно они развернулись и пошли в Освоясе. С красной строки «Улус Джучи» и «Золотая Орда». С красной строки «Ярослав Всеволодович» – был главный правитель Руси по монгольскому ярлыку. Это был первый правитель Руси, который получил от монгольского хана ярлык направления. Это отец Александра Невского. С красной строки «Александр Невский, его победы на Западе и отношения с монголами». С красной строки «Михаил Черниговский и Даниил Галицкий в Орде». «Александр Невский в Орде и Каракаруме». Каракарум – это столица великого монгольского государства. С красной строки «Борьба между Андреем и Александром Невским». Андрей – это младший брат Александра Невского. От него идет прямая линия его потомки – это князья Шуйские, которые будут играть большую роль в исторических событиях XVI – начала XVII века. А один из них даже станет русским царем Василием Шуйским. Прекращение организованного сопротивления русских князей монголам. Реальное начало эпохи Ордынской системы. Неврюева Рать. 1252 год. С красной строки «Книжение Александра Невского» – 1252-63. «Споры об исторической роли Александра Невского» – «С красной строки» – «Система эксплуатации, установленная Ордой» – «И антиордынские восстания» – «Борьба за власть между сыновьями Александра Невского». Двоеточие. Дмитрием Переяславским и Андреем Городецким. «Разорение Северо-Восточной Руси» – «Кавгадыева Рать» – «Кавгадыева Рать» – «1281» – «Дюденева Рать» – «1293». Вот «Ратьями» русские люди XIII века называли крупные походы монгольских войск, которые по масштабу разрушений были сравнимы с Батыевым нашествием. Это называлось «Рать» – «Неврюева Рать», «Кавгадыева Рать», «Дюденева Рать» – «Дюденева Рать» – «93 год». «Перенос резиденции митрополита из Киева во Владимир-на-Клязьме» – «Краткосрочные результаты монгольского нашествия и регулярного прихода ордынских ратей» – «Долгосрочные результаты ордынской системы» – «Разорение городского сектора», «Сокращение населения», «Уничтожение значительной части представителей господствующих групп», «Изменение соотношения сил в треугольнике князь-бояре Вече» – «Причина поражения Руси». Значит, вот это синопсис этой темы. Кочевые империи возникали в Центральной Азии, начиная с 3 века до нашей эры. Сначала это была империя Хуну, потом ей на смену пришли Сяньби, Жужани, Тюрки, Уйгуры, Енисейские, Кыргызы, которые сегодня называются Хакасами, Кидани и, наконец, Монголы. Причем, вот какая интересная вещь. К самыми крупными образованиями в Центральной Азии кочевыми были Хуну, Тюркский Каганат и Монголы. И вот в этой экспансии своей они логически двигались на запад, захватывая все большую и большую часть степи. Западная граница империи Хуну проходила по Байкалу. Тюрки вышли к Каспию и логически следующая держава, кочевая, она должна была по логике, чтобы состояться, включить в себя территорию Евразии по январскую изотерму минус 6. Это территория нынешней России, кстати. В конце 12 века в Монголии возникают при посылке на территории нынешней Монголии для возникновения новой кочевой державы. И в начале 13 века такая держава возникает. По-монгольски она называется Иха Монгол Улс, Великая Монгольская Держава. После того, как эта держава возникла, это была военная машина, она могла существовать только завоевывая соседние территории. Сначала был завоеван Китай и монгольская армия пополнилась большим количеством китайских инженеров и китайской осадной техники. Затем был поход в Среднюю Азию в 1218-1221 годах. Ну и затем монголы под руководством Батыя, которого называют внуком Чингисхана, вышли в Половецкую степь. И здесь они разгромили половцев. Половцы, которые были в родне с русскими, черниговскими и киевскими князьями, бросились за помощью киевским князьям. Киевские князья решили помочь родственникам. Но при этом они сделали ужасную вещь с точки зрения общечеловеческой и совершенно совершили абсолютно несмываемое преступление с точки зрения степной этики. Они убили монгольских послов. После чего враждебные отношения между монголами, которые пришли в Половецкие степи, причем монгольские послы, когда приехали в Киев, они сказали, что с русскими они воевать не собираются. Что они выясняют отношения с половцами. Тем не менее их убили. И было решено нанести удар по монголам. Было создано объединенное войско, составленное из Киевского, Черниговского, Смоленского и еще нескольких княжеств. И оно выступило в степь. Войско это было абсолютно плохо организованным. То есть не было единства между действием различных ее частей. Князья никто не хотел друг другу подчиняться. А монголы применили свою излюбленную тактику. Они стали заманивать, якобы отступая русских в степь. Восемь дней они отступали. В это время углублявшихся русских два крыла монгольских взяли в кольцо. И 31 мая или 16 июня по другому стилю, 1223 года, произошла битва на Калке. Русские потерпели страшное совершенно поражение. 90% воинов погибли. Шесть князей было убито, в том числе Мстислав Романович. И те князья русские, которые попали и видные военачальники в плен, монголы рассчитали с ними за убийство послов очень просто. Их связали, положили, на них положили деревянные доски. И на этих досках монголы пировали. А вот эти люди задыхались, им ломали кости. Это так называемый знаменитый пир на костях. Монголы не стали развивать успех. При Черноморских степях полководца Субудая достиг приказ Чингисхана возвращаться на восток. И монголы исчезли. В следующий раз они появились на русских рубежах 13 лет спустя, когда огромное для того времени многонациональное войско монголов появилось в Южно-Русских степях. Сколько реально было в монгольском войске? И как называть это войско? Здесь нужно сделать несколько замечаний. У нас очень долгое время существовал термин «татаро-монгольское нашествие». Термин этот неточный. И дело здесь вот в чем. Откуда вообще появились вдруг татары? Почему татаро-монгольское? Дело вот в чем. На территории нынешней Монголии, там где возникла Великая Монгольская держава, издавна существовали два племени – татары и монголы. И примерно за пять поколений до Чингисхана между ними вспыхнула острейшая вражда, которая длилась пять поколений. То монголы резали татар и выдавали их китайцам, то татары резали монгол и выдавали их китайцам. Отец Чингисхана, Ясугай-богатур, разгромил, то есть не Чингисхан, а также еще мальчик Атамуджина, разгромил татар и пленил их, победил их богатыря, лидера. И татары решили ему отомстить. Отца Чингисхана будущего пригласили на свадьбу и там отравили. После чего род Борджигин Чингисхана бедствовал, сам Чингисхан попал в плен, бежал. Его преследовали неудачи, он очень-очень долго шел к успеху. Но когда из Атамуджина он превратился в Чингис или Тингисхана, то есть море хана, он решил посчитаться с татарами и навсегда решить этот вопрос. Женщины и детей продали в рабство, стариков перебили, а здоровых мужчин сделали штраф батом. То есть это была ударная сила, которая шла впереди перед, так сказать, основным войском. И, естественно, вот эти люди, они шли в войско с криком татар. Это было самоназвание племени. Уже в Средней Азии от этого штрафбата мало что осталось. Но монгольский штрафбат шел в атаку с кличем татар. Поэтому русские, когда столкнулись с монголами, они кричали татары идут, потому что люди идут в атаку и кричат татар. То есть никаких татар, нынешние татары, никакого отношения к тем татарам, которые дали им название, не имеют. Нынешние татары – это потомки булгар и половцев, главным образом. Но это так же, как нынешние французы, не имеют никакого отношения практически к франкам. Они имеют отношение к галлам, то есть к кельтам. Значит, это вот одна вещь. Теперь, какое по численности было монгольское войско? Ну, средневековые хронисты, они вообще очень любят привлечь, говорят, там, 500 тысяч, кто-то даже пишет, там, 600-700 тысяч. Ну, долго очень наши историки покупались на это и говорили, там, 200 тысяч. Но есть очень простые исследования. Странно, что к ним не пришли от здравого смысла. Как вы думаете, что должно было ограничивать численность монгольского войска, которое топало аж из Центральной Азии? Вот что должно ограничивать было численность? Как вы думаете, сколько у кочевого воина должно быть лошадей? Три. На одной едет, две ведет. Так, дальше. Вот кочевое войско движется. Они должны вообще чем питаться? Духом святым? Или они должны питаться? Чем питается кочевое войско? Идут они по степи, это когда они придут в Среднюю Азию, они там могут пограбить и решить проблему провианта. А вот они топают по степям, где нет населения. Ягдами, ага. И кореньями. Так. И они выйдут в таком состоянии на битву. Нет, они должны питаться мясом, молоком. А откуда взять? Гнали огромные отары овец и коз. Это означает, что они очень быстро передвигаться не могли. Например, кочевое войско двигалось значительно медленнее, чем абсолютный рекордсмен пехоты Александра Македонского, который делал в день с огромными щитами и почти пятиметровыми копьями 16 миль в день. Это вот абсолютный рекорд. Они двигались очень медленно. Значит, чтобы вообще перемещаться, это войско должно было быть от 80 до 120 тысяч. Но никак не больше 120 тысяч. Я думаю, что их было реально где-то 1110. Примерно вот так. То есть это было такое войско. Русь могла выставить объединенного войска примерно 100 тысяч. Но поскольку Русь была раздроблена на княжество, князья враждовали друг с другом, они друг другу не стали помогать. Дальше. Сколько отсюда было из 120 тысяч, условно, примерно 120 тысяч? Сколько было монголов? Монголов было 20-30 тысяч. Остальное было тюркоязычное население, это были интербригады, плюс китайские инженеры. И, то есть, монголы, собственно, составляли четвертую часть. Командовал монгольским войском Батый, или Бат-Бату, по-монгольски это означает крепкий, но сами монголы его называют Сайн-Хан, Добрый Хан. Ну, а в качестве дядьки к нему был приставлен известный монгольский полководец Субудай. Почему именно Батыя, сына старшего, сына Чингисхана, отправили завоевывать Дальний Запад? То есть его услали подальше. Дело в том, что Чингисхан был уверен, у него были все основания, что его старший сын Джучи – это не его сын. Потому что Джучи появился на свет тогда, когда жена Чингисхана 12 месяцев находилась в плену. И за это время она родила вот этого, вот, так сказать, сына Джучи. А его сын Бату, в свою очередь, который был очень, так сказать, талантливым полководцем, он вот его бросили на Запад подальше. Кстати, очень интересно, что когда Чингисхан уже, так сказать, двигался в сторону вечного покоя, он не захотел, чтобы не его сын сменил его в качестве хана, и Джучи был отравлен. И ханом стал следующий сын, несмотря на то, что он был беспробудной пьяницей обжора у гидей, тем не менее, вот, Джучи был устранен, а его сына Батыя отправили завоевывать Дальний Запад. Значит, войско от 80 до 120 тысяч человек, монголы это четверть. Передвигалось это войско не очень быстро. И еще есть одна вещь. Считалось, что монголы такие лихие всадники, они стреляют на ходу. Ну, кто-нибудь пусть из лука попробует пострелять на ходу. Ну, вообще стрельба из лука, это очень такая вещь сложная. Лучшими, кстати, лучниками, я потом подробнее об этом расскажу, древности и средневековья были вообще в Евразии персы. Они стреляли вообще практически с пулеметной скоростью, но чуть-чуть подробнее об этом чуть позже. Значит, в армии Чингисхана, Субедея и Бату находились 11 чингисидов. И в 1236 году монголы разгромили волжских болгар. Например, осенью 1237 года монгольские силы сконцентрировались около реки Воронеж. Впереди лежала северо-восточная Русь. Первой жертвой нашествия стало Рязанское княжество. Русские вообще не ожидали нападений, потому что обычно кочевники приходили традиционно весной, когда им есть становилось нечего, когда степь еще не зеленела и нужно было пограбить. Но монголы были необычные кочевники. Они пришли не просто пограбить, они пришли создать Великую империю. Поэтому осенью они ударили внезапно, когда их никто... То есть для русских внезапно, когда они их не ожидали. Монголы разграбили несколько городов. Они не пошли на Новгород. Очень долго они задержались около Козельска, который они назвали злым городом. Город держался 50 дней, поэтому его после того, как взяли, практически весь вырезали. Затем монголы перезимовали и в 1939 году вторглись в земли Южной Руси. Это Чернигов, Киев, после чего они пошли на Запад, наводя страх и ужас на западных людей. Но не на всех. Вот чехи их победили в битве при Оломоуце. В конце 1942 года Батый получил известие о смерти Огедея, своего дяди, и повернул назад, чтобы участвовать в дележе власти. Он вернулся в районы Нижней Волги, и здесь, на берегу реки Ахтубы, был создан Улус Джучи. Дело в том, Улус по-монгольски это единство территорий и народа. И, в принципе, хотя существовала великая монгольская держава, она распала с 1270 года на несколько частей по количеству сыновей, вообще потомков Чингисхана. Самым западным Улусом стала Золотая Орда. Следующий, ближе туда, к Монголии, был Улус Чагатая. Это третий сын Чингисхана, как и второй тоже алкоголик и обжора. И Улус Чагатая очень быстро развалился. Это нынешняя территория Юг-Сибири, Казахстан. Это очень быстро развалилось. Наиболее успешными были младший сын Хубилай, который создали китайскую династию Юань, и внук Чингисхана Хулагу, который создал династию Ильханов в Иране. Но это стали иранская и китайская династии. А Улус Джучи стал называться Золотая Орда. Алтын-Ордон. Столицей стал город Сарай. Скажите, пожалуйста, вот когда вы слышите слово Орда, у вас какая ассоциация? Орда это что такое? Огромная толпа людей, которая идет, ну потому что так русские люди называли вот эту страну, откуда приходили рати. Но странная вещь, смотрите. Одно слово переведено, золотая, а второе слово не переведено. И это создает массу непонятных вещей. И кажется, что Золотая Орда это какое-то скопище кочевого люда и вообще не полностью отсталая. Это совершенно не соответствует действительности, потому что и связано это в значительной степени. Ну вообще специалисты это знают, но не специалистов это путает. Связано это вот с этим странным половинчатым переводом. По-монгольски Золотая Орда звучит как Алтын-Ордон. Алтын, вот такая река есть. Алдан у нас в Сибири. И там что добывают на Алдане? Золото совершенно. Потому что Алтын-Алдан это по-монгольски золото. Золотая Орда было типичное восточное государство с богатейшими городами, с мечетями. И русские князья, когда приезжали туда, они просто... Ну вот, она, наверное, столица Золотой Орды Сарай выглядит сейчас как Грозный, который Рамзан Кадыров отстроил. Кто-нибудь видел? Бывал в Грозном? Или фотографии Грозного видели? Ну вот это, так сказать, такая попытка создать Второй Дубай. Вот, я думаю, Сарай очень был похож на это. Вот. Это написано на древнем монгольском языке. Он происходит через уйгурский язык отарамейского. Его особенность заключается в том, что все буквы имеют различные написания, 32 буквы. В начале, как и в арабском языке, в начале, в конце и в середине слова. То есть, здесь 96 букв фактически. Вот это вот Алтын Ордон, Золотая Орда. И смотрите, как только мы переводим правильно, Золотой Дворец, у нас все становится на свои места. Золотой Дворец. И решается еще одна загадка терминологическая русской истории. Забегая вперед, отмечу, что когда на Руси в середине 16 века возникли приказы, они делились на приказы функциональные, ну, например, посольская изба, разбойная изба, то есть уголовный розыск, и приказы территориальные. Так вот, все территориальные приказы назывались дворцами. И если не знать то, что Алтын Ордон, это не Золотая Орда, а Золотой Дворец, то странно, почему назывался Сибирский Дворец, Тверской Дворец. Вот, если мы правильно переведем это, то становится понятно, что московские князья считали себя главными наследниками Золотой Орды, и по отношению к Твери, к Сибири, Казани, был создан Казанский Дворец, они воспринимали себя как Золотая Орда, потому что наследниками Золотой Орды были Крымское ханство, Астраханское, Казанское и Москва. И, называя свои территориальные приказы дворцами, Москва фиксировала, что это Москва, теперь Орда. И до конца Рюриковичей, вот Рюриковичи себя до последнего Рюриковича воспринимали как наследники, наследники Орды. И в 1581 году, когда, в 80-м году, когда крымцы очень удачно совершили набег на Москву, Иван Грозный говорил даже о том, что он крымцам готов дань платить, как его предки платили их предкам. То есть, в генетической памяти Рюриковичей надолго осталось то, что Чингисиды это правящий дом. И это отношение, о котором мы забыли, для нас вот Рюриковичей и все, ничего подобного. Во время ордынские времена правящей династии Руси были Чингисиды. И даже термин белая кость, знаете, такой есть термин, белая кость, дворяне белая кость, это калька с монгольского языка. Белая кость, по-монгольски цаган Ясун, так называли себя представители рода Борджигин, рода Чингисхана. То есть, даже это вошло в практику. И вот что интересно, есть такая странная вещь в поведении Дмитрия Донского, который отмолотил огромное войско Мамая в 1380 году на Куликовом поле, а через два года пришел Тахтамыш со значительно меньшим войском. И вот он, выходи под Москву и молотит Тахтамыша. Нет, Дмитрий Донской убегает в Вологду. И вот летописи, историки удивляются, а летопись очень четко отвечает на этот вопрос. Бебу убаяхуся законного царя, потому что Мамай был не Чингисид, он был узурпатор, он был самозванец, а Тахтамыш был Чингисид. Против Чингисида выйти духу у Дмитрия Донского не хватило, потому что Чингисид, Тахтамыш, законный царь. То есть, влияние вот этого периода на нашу историю, оно значительно, особенно на нашу власть, оно значительно серьезнее, чем это может показаться на первый взгляд. Значит, запомните, что Золотая Орда это на самом деле Золотой Дворец, потому что в столице Золотой Орды в городе Сарай были потрясающие совершенно дворцы. Другое дело, что Золотая Орда с конца 14 века из-за смут начинает приходить в упадок и превращаться действительно в набор полукочевых таких зон, но это уже совершенно другая эпоха. Значит, причины поражений русских в битвах с монголами совершенно очевидны. Отсутствие единства, неготовность сражаться вместе и, кроме того, монгольское войско имело вот какое преимущество. У монголов военная организация совпадала с социальной. Десятки, тысячи и тьма, тумен. Тьма, это тоже русское слово тьма, происходит от монгольского слова тумен, десять тысяч. То есть, идет тьма, это идут десять тысяч воинов. И вот это преимущество совпадения военного и военной социальной организации, оно решало очень многие вещи. Ну и, кроме того, с точки зрения даже осады городов, для русских в Яковинку были машины, которыми командовали китайские инженеры. Это тоже была такая вот вещь новая. Значит, краткосрочные следствия монгольского завоевания. Краткосрочные последствия были очень серьезными. Записываем. Первое. Разрушение и разорение более чем 50% русских городов. Из известных по раскопкам 74 городов Руси начала 13 века, 49 городов были разорены Батыем. Из них в 14 жизнь вообще не возобновилась, а 15 превратились в села. Кстати, нынешний город Рязань территориально находится километрах в 20-30 от старой Рязани, которую так и не восстановили. Это новая Рязань, которую отстроили рядом. Значит, единственное княжество, которое не было активно затронуто татаро-монгольским нашествием, это Галецко-Волынская земля. Второе. Исчезновение целых ремесленных специальностей, например, стеклоделие. Мастера гибли, их уводили в Орду, и только в 17 веке с помощью итальянцев и немцев на Руси удалось возродить стеклоделие. Третье. Уничтожение многих сел. Четвертое. Нарушение традиционных торговых путей. Пятое. Сокращение населения, то есть физически была выбита даже часть господствующих групп. Ну, а теперь обратимся к одному из самых известных князей в русской истории Александру Невскому. Годы жизни 1220-1263. В 1936 году он стал князем-наместником Новгорода. А в 1937 году в папской резиденции было достигнуто соглашение о совместных акциях Ливонского и Тевтонского орденов в Восточной Европе. И началась экспансия этих орденов на Восток. В это же время стали проявлять активность шведы. В июле 1240 года шведский король отправил для захвата Невы и Ладоги, а если получится Новгорода, пятитысячное войско во главе со своим зятем Ярлом Биргером. 15 июля Александр разгромил их в битве на Неве за что получил прозвище Александра Невского. Всего лишь через несколько месяцев после Невской битвы возникла новая угроза. Крестоносцы во главе с вице-магистром ордена Андреаса фон Вельвином двинулись на восток. Они захватили Изборск и затем осадили Псков. Благодаря предательству группы псковских бояр город был взят. Александр потребовал от новгородских бояр крупных расходов на подготовку к войне, но ему указали на дверь. И он покинул город. В 1240 году он ушел из Новгорода, а дела Новгорода тем временем ухудшались. Крестоносцы захватили значительную часть новгородской территории, и тогда в Вече пересили в бояр, заставило их обратиться к Александру. Александр Невский вернулся в Новгород и быстро выбил захватчиков из Копорья. Но для решающей схватки с Тевтонами нужно было больше сил. Постепенно Александр собрал около 20 тысяч объединенного войска, большая часть была пехотинцы и подсобная сила. Они отбили Псков, и 5 апреля 1242 года на Чудском озере произошла битва, которая вошла в историю как ледовое побоище и которую прославил фильм Александр Невский. По сообщению новгородской летописи русские победили. Согласно этой летописи противник потерял 400 рыцарей, из них 200 меченосцев и много пехоты, в основном эстов. Это преувеличение, как это бывает часто в летописи. Дело в том, что в момент сражения на Чудском озере оба ордена Тевтонский и Ливонский имели не более 100 рыцарей. Поэтому никаких 400 рыцарей быть не могло. Это глюки. Около 100 рыцарей. Более того, половина из этих рыцарей сражалась в Курляндии с врагами ордена. То есть на самом деле на Чудском озере было 50 рыцарей. Кстати, это очень много, потому что я вам уже говорил о том, что один рыцарь стоит 15-20 пехотинцев, а при лучшем раскладе и поболее. Только в начале 14-го века пехота в Европе выработала целый ряд техник, которые позволили успешно бороться с рыцарским конным войском. Значит, Ливонская хроника дает такие цифры потерь. 20 рыцарей убито, 6 взято в плен. Даже если это занижено, все равно это значительно меньше, чем в новгородской летописи, но это очень много, потому что рыцарь стоит дорого. В одной, кстати, из русских летописей говорится о пленении 40-50 рыцарей, но это примерно похожая цифра. Ну и кроме того, было побито много пехотинцев. У нас очень много писали всегда в советское время о победах на Чудском озере и на Неве, но не говорили о главной победе, которую Александр Невский одержал на западе, над литовцами, потому что литовцы были братский литовский народ, литовская социалистическая республика, и поэтому как-то это, так сказать, затенялось. Но литовцы в 1240-е годы на западе были намного более серьезным противником, чем шведы и Тевтонский орден. Так вот, в 1245-м году в битве у озера Жизцы Александр нанес поражение третьему врагу литовцам, которые были на подъеме, у которых была мощная экспансия в это время. У них был очень мощный князь Миндовг, и это было посерьезнее Тевтонов. Так вот, Александр остановил эту экспансию. Но, повторяю, в советское время у нас об этом старались не писать, но если упоминали, вроде бы русские литовцы в составе СССР, и об этом старались не вспоминать. Позднее, в 1248-м году, Александр отверг предложение Папы о сближении с Римом. Александр отверг это предложение, это было сделано не случайно. Александр Невский к этому времени оказался перед выбором Запад-Восток, и тот, и другой, как говорил Сталин в таких случаях, оба хуже. Но монголы не претендовали на установление своей религии на Руси. То есть, вы христиане и замечательно. Монголы вообще были очень веротерпимый народ. Самое главное, ты плати дань великому хану, верить можешь во что угодно. Католикам было нужно совершенно другое. Католикам нужна была катализация Руси, чтобы русские приняли католицизм. И Александр Невский посчитал, что лучше сделать выбор в восточную сторону. Здесь мы утрачиваем отчасти политическую независимость, мы платим дань, но зато мы остаемся православным, никто в нашу душу не лезет. Никто в нашу душу не лезет. В 1243 году хан признал старейшим русским князем Ярослава Всеволодовича. Это был брат Юрия Всеволодовича, убитого в битве на реке Сити. Через три года Ярослав умер в Каракаруме в Монголии, по-видимому, его отравили, и его престол унаследовал его брат Святослав, Александр Невский изгнал его, и начались трения между Александром и его братом Андреем. Решить спор могла только Орда. То есть даже и все трое независимо отправили в сарай к Бату. Бату. Но Батыя не стал решать этот вопрос. У него были очень напряженные отношения с властью в Каракаруме, и он их отправил в Каракарум. Каракарум это в Монголии, и путь доставки Батыя от Новгорода 1250 километров, а оттуда до Каракарума 4500. То есть 5700 5700 километров всем этим людям Святославу, Андрею, Александру нужно было проехать, и вот они двинулись туда. С большим обозом, кстати, естественно, на поездку ушел год. Вообще нужно сказать, что когда была создана Великая Монгольская империя, то монголы создали удивительно эффективную службу. Гонцы передвигались по ней довольно быстро, меняя лошадей. Как вы думаете, сколько гонец делал километров в сутки, меняя лошадей? 3-4 раза. То есть вот ему с Дальнего Востока нужно на Дальний Запад проскакать. Как вы думаете, сколько гонец... А он скакал, один гонец скакал 24 часа, меняя 3 или 4 лошади. Потом другой гонец и другие лошади. Как вы думаете, сколько в сутки делал? Значит, делал 335 километров в сутки. Это не абсолютный рекорд. Во времена персидского царя Дария служба была поставлена лучше. Они делали 380 километров в сутки. Кстати, то есть 14 километров в час. Кстати, в России в 17 веке, уже после того, как немцы и шведы организовали у нас регулярные почтовые сообщения, курьеры двигались со скоростью 6-7 километров в час и только в светлое время суток. То есть не более 80-100 километров в сутки. В монгольской державе это было 335 километров. Но, естественно, обоз Александра Невского и его дяди и брата двигались значительно медленнее. Значит, они были приняты при дворе, приехав в Каракарум. В это время там была такая ханша регенша Огул Гамыш, которая приняла их и сделала очень такой ловкий ход, строив Андрея с Александром. Значит, Александра она утвердила великим князем, но дала ему Киев разрушенный. Андрей оказался не великим князем, но он получил Владимир Суздальскую землю. То есть, один не великий князь, но Владимир Суздальский, а другой великий князь в разрушенном городе. То есть, она их стравливала таким образом. Между братьями выявились другие противоречия. Андрей считал, что нужно бороться с Ордой. Ну, это звучит правильно с точки зрения такой высокой морали, но с точки зрения прагматики Александр был прав. Он понимал, что, во-первых, Орда сильнее, а во-вторых, нельзя бороться на два фронта и нужно с кем-то договариваться либо с Западом против Орды, либо с Ордой против Запада. С Западом против Орды договариваться было невозможно, потому что Запад Орды боялся. И поэтому Александр выбрал Орду. В 1252 году разразился кризис. Это было связано с попыткой восстания, которую хотел организовать Андрей. Здесь очень темная история. по-видимому Александр Невский предупредил Ордынцев о готовящемся восстании, поскольку считал его исключительно вредным. В результате восстание было сорвано, Андрей бежал в Швецию, но потом он вернулся и замирился с братом. Но в любом случае 1252 год вот это сорванное восстание это была последняя попытка русских князей сопротивляться Орде. И поэтому реально начало Ордынского иго нужно датировать 1252 годом. Есть разные точки зрения историков. Одни говорят 1237 год это приход Батыевой Рати, другие говорят 1243 год выдача ярлыка Ярославу отцу Александра и 1252 год это прекращение сопротивления. Мне кажется правильным считать 1252 года. Значит как была организована система эксплуатации Руси Значит был назначен на Русь великий Баскак он сидел во Владимире у него было войско которое подчинялось не Владимирскому князю а ему причем войско было монгольско русским и Баскак собирал дань а русские должны были выполнять роль военно-полицейской силы по контролю над населением в 1257 году Баскаки должны были прийти в Новгород где сидел сын Александра Невского Василий и там возник конфликт между теми кто готов был платить дань и между теми кто не хотел Василий поддержал Смутьянов была ученина Смута убили несколько бояр и как только переписчики вместе с Александром прибыли в Новгород Василий бежал в Псков Александру стало ясно что его призовут в Орду держать ответ за неудачу в Новгороде его призвали в Сарай и приказали обеспечить проведение переписи в Новгороде а перепись проводилась для того чтобы знать сколько с кого брать Александр вынужден был принять эти условия и предупредил новгородцев о том что будут очень серьезные репрессии если они не подчинятся то есть он выступил как верный Орде ее представитель как проводились переписи и собирались подати значит тот кто мог платить платил тех кто не мог платить угоняли в рабство разрушая семьи регулярно в Каракарум Каракарум находился в пяти сотнях километров к югу от Байкала на реке Орхон туда отправляли ремесленников русских воинов и в Каракаруме был целый русский квартал с русскими церквями там был мусульманский квартал там был китайский квартал то есть это был такой интернациональный мегаполис значит в 1262 году терпение русских все равно пришел предел и вспыхнуло массовое восстание против татар во всех крупных городах Суздальской земли во Владимире Ростове Ярославле эти восстания были жестоко подавлены Ордой и Александром Невским его дружиной здесь из песни слов не выкинешь но тем не менее в глазах Орды Александр не выполнил то что он должен был сделать он допустил восстание и его вызвали в Орду в эту поездку в Орде он заболел то ли от нервного потрясения то ли его траванули в Орде но в ноябре 63 года возвращаясь домой Александр умирает и о нем ведутся споры в русской историографии да он естественно признан святым но есть целый ряд историков которые говорят что он предал Русь пошел на службу к Орде Александр действительно трагическая противоречивая фигура он одерживал победы над немцами шведами и литовцами и в то же время по сути стал наместником Орды на Руси с одной стороны Александр делал все чтобы спасти Русь от эксцессов и союз с Ордой действительно помог остановить западную экспансию помог сохранить православию но вот вопрос привела ли проводимая Александром Невским политика уступок монголам к какому-либо ослаблению гнета нет не привела в последние четверти 13 века Русь подверглась особо сильным опустошением и реально система баскачества была отменена на Руси после серии крупных восстаний то есть иными словами повторяю Александр Невский это действительно трагическая фигура единственное кто действительно обязан 100% Александру это православная церковь которая его канонизировала поскольку дело в том что монголы были очень веротерпимы народом и поэтому православная церковь очень хорошо относилась к Орде и хотя в 1300 году Орда приняла ислам великий хам принесла за него как за царя молились в русских церквях то есть в русских церквях молились за великого хана который был мусульманином вообще нужно сказать что лучшее время с точки зрения ее положения в системе общества русской церкви это Ордынская эпоха как только Ордынская эпоха закончилась русские князья-самодержцы а затем цари-самодержцы очень быстро указали церкви ее место от Ивана Третьего до Ивана Четвертого этот период этот процесс очень шел быстро ну и завершилось все при Петре Первом а когда было патриаршество восстановлено кто мне может сказать это правильно это второй раз а потом а сначала когда было восстановлено оно было восстановлено в 18-м году потом большевики его отменили а потом в 43-м году оно было опять восстановлено а в 43-м году какие еще были символические сделаны такие жесты в сторону русской истории что еще в 43-м году кроме восстановления патриаршества было сделано погоны восстановлены но был распущен Коминтерн и в 43-м году появился новый гимн который с 1 января 44-го года заменил другой гимн какой у нас был гимн с 17-го года Советского Союза Божецаре Отечество к стенке бы за это поставили после 17-го года какой гимн был с 17-го года у нас до 43-го интернационал совершенно верно интернационал и кстати может кто-нибудь знает как назывался сначала праздник который сейчас пытаются всячески затушевать 7-е ноября разными способами как он исходно назывался вот с 17-го его начали отмечать с 18-го года как назывался праздник 7-го ноября первый день мировой революции с 36-го года он так перестал называться а с 43-го года он стал называться праздником Октябрьской революции а после войны Великой Октябрьской революции То есть в 1936 году он перестал называться праздником Первого дня мировой революции. Кстати, в 1936 году впервые употребляется термин «советский патриотизм». Значит, дальше двинулись. Следующий подблок наш – это последние потомки Ярослава. Александр оставил очень непростое наследство – потрепанный Новгород, Северная Русь, но добили Северную Русь его сыновья, которые в борьбе между собой постоянно апеллировали к Орде, и ордынцы приходили и грабили русскую землю. Наиболее пагубным последствием политики Александра Невского по отношению к Орде явилось все усиливающееся присутствие ордынцев в Суздальской земле. За последнюю четверть XIII века ордынцы 15 раз предпринимали значительные походы на Русь. Причем три похода 1281, 82 и 93 годов имели характер настоящих нашествий. Это Кавгадыева и Дюденева рать. Нужно сказать, что наводили рати на Русь сыновья Александра Невского. Это Дмитрий Александрович Переяславский и Андрей Александрович Городецкий, которые боролись друг с другом, ненавидели друг друга, и каждый из них наводил рать на земли другого. С 1280-х годов Золотая Орда стала раскалываться на части. И обе стороны имели своих ставленников на Руси, и обе стороны грабили Русь. Поэтому к концу XIV века Северо-Восточная Русь, ее Владимирская часть, была так укатана ордынцами. Ну вот примерно она выглядела так, как начинается фильм Александр Невский. Там звучит музыка Прокофьева. Поле, усыпанное черепами, костями, заржавевшими мечами. Вот так действительно выглядела Северо-Восточная Русь, после того, как почти 50 лет ее утюжили ордынцы. В 1294 году умирает Дмитрий, сын Александра Невского. Однако власть другого сына Александра Невского, Андрея, была очень слабой. И власть переместилась в город Тверь. В город Тверь. Михаил Тверской, племянник Александра Невского, был очень таким активным князем и пользовался уважением на Руси. Тверь оказалась тем городом, который на очень короткое время, с конца XIII по XX годы XIV века, по сути дела, стал центром Руси. В то же время, в 1299 году, отметьте себе это, пожалуйста, из Киева во Владимир была перенесена резиденция митрополита, потому что Киев был полностью разорен. В июле 1304 года умирает сын Александра Невского, Андрей. И со смертью Андрея ушла в прошлое целая эпоха. Эпоха беспомощности и безнадежности. К 1304 году великий князь на Руси имел авторитета и реальной власти значительно меньше, чем когда-либо. Русь, за исключением Новгорода, была разорена. КОНЕЦ Продолжение следует...